МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цирковая студия ИКАР вернулась в Тюмень с победой на всероссийском конкурсе «Новые звёзды». Состязание проходило в Санкт-Петербурге. Наш номер стал лучшим из 90-х. В студии программы «Объективный разговор» руководитель студии Татьяна Лях. Татьяна, здравствуйте. Поздравляю вас, конечно же, с победой. Здравствуйте. Что за номер такой, который оставил позади многие коллективы? Ну, этот номер мы выстрадали. Номер этот уже в четвёртом варианте вышел. И теперь это уже окончательный вариант, потому что сложилось всё. Сложились и сам дуэт девочек, сложились костюмы, музыка. Ну что, это гимнастика. Это воздушные гимнасты на трапеции. Ну, очень сложный номер, сложный реквизит, сам очень много сил затрачено на него. Но мы в него вложили свою душу, и вот всё получилось. Конкуренция сильная была? Конкуренция сильная была. И, кстати, я хочу немножечко поправить. Мы получили лауреата первой степени. Лауреата первой степени. Это, да, это как бы высокая награда, но самая высшая гран-при. И гран-при получила девочка из Казани, которую я очень люблю, давно смотрю за её творчеством. Она начинала ещё маленькой выступать. Сейчас она уже сама руководитель. Вот, и она выступала. И она очень заслуживает этого, потому что она прошла очень тяжёлый путь к этой победе. И поэтому, когда она победила, мы все были безумно счастливы и рады. Ну, понятно, что быть победителем всегда почётно, приятно. Но в профессиональном плане, вот для вас, для руководителя, что даёт такие победы? В масштабах даже Тюмени. Вот о чём это говорит? То, что у нас крутая студия, то, что мы можем позволить себе такие классные номера. Знаете, вот, я иногда сама себе не могу объяснить, вот, для чего конкретно мне, например, нужны эти фестивали, конкурсы. Ведь, если брать, например, в материальном плане, они приносят мне только расходы. Потому что на все фестивали я езжу за свой счёт. Вот, получается, что как бы вожу чужих детей, да, для того, чтобы они получили удовольствие. Но я получаю от этого сама колоссальное просто удовольствие. Потому что я всю жизнь мечтала работать в цирке. Я в шесть лет знала, что я буду в цирке. И когда я вижу, что мои воспитанники выступают на манеже, именно на манеже, когда на сценах, я как бы так не очень люблю. А когда именно вот на манеже, и, знаете, вот у меня просто вот, я счастьем переполняюсь прямо доверху. Вот, и для меня вот это очень важно. Я вижу счастливые глаза моих этих воспитанников, да, когда они побеждают, там, или когда они где-то проиграли, вот, огорчаются. И я вместе с ними, как бы, ну, я всегда говорю, победа будет обязательна. Поэтому, ну, как я всегда объясняю своим детям, что нужно уметь выигрывать, уметь проигрывать достойно. То есть больше всё-таки удовлетворение моральное, но явно не материальное. Да, да. А у вас есть в нашей стране или на территории всего нашего земного шара конкурсы, которые действительно могли бы обогатеть? Почему я об этом говорю? Потому что не секрет, что цирковым студиям сегодня не просто приходится развиваться. И всё-таки денежный вопрос немаловажный. Знаете, вот за всё время существования студии, я 15 лет работаю здесь, в Тюмени, 10 лет мы проработали на севере со студией. Сама я приехала с Крыма, в Крыму родилась, выросла. Но вот 25 лет в этом году исполняются мои деятельности именно с детьми. Да, цирковая, в общем, студия. И вот за 25 лет мы были на фестивалях, ну, раза три, не больше, где давали денежную премию. Давали денежную премию, в общем, вот, ну, буквально, я говорю, два-три раза, вот, и даже так как бы вспоминаю, вот, последняя была в Самаре. И всё. А так, чтобы действительно, может быть, они где-то и есть, но среди профессионалов, скорее всего. А среди студий цирковых. И, знаете, есть ещё такой нехороший вариант, когда, например, проводят, ну, пускай там какой-то город проводит фестиваль, да, всероссийский там или открытый какой-то. Вот, и когда ты приезжаешь туда, и почему-то премия, если есть, она уходит в свой. В свой город, да. Да, в свой город. И иногда даже формулировку какую-то делают, меняют, ну, чтобы деньги остались в городе. Вот, и получается, что ты приезжаешь, ты побеждаешь, а деньги получил кто-то другой. Ну, есть такое вот. Тогда как выживать? Ну, выживать приходится самим бороться за это. Самим приходится покупать ликвизит. Я никогда не шила, не училась шить, но из-за того, что нужно было экономить каким-то образом, я начала шить. И все костюмы в моей студии пошиты мной, теперь еще шьет моя дочь Кристина. Нужда заставила. Да, нужда заставила. Мы, конечно, очень горды с Кристиной, что у нас получаются хорошие костюмы. Она всегда хвалит за костюмы, что хорошо сделанные, красивые, вот, и в тему, как бы, в общем, все. Но приходится самим. И реквизит тоже. Мы с ребятами участвуем в коммерческих проектах. Практически все деньги, которые мы зарабатываем, у нас уходят опять. Вкладываете в развитие, да? Да, опять в студию уходят. Ну, вот, чтобы было понятно для примера, сколько стоит сегодня один цирковой номер? Ну, вот, если, например, взять цирковую студию, у которой еще нет реквизита никакого, вот, и, например, один номер воздушной гимнастики, мы просчитали для себя, вместе с подвеской, вместе с аппаратом, вместе с костюмом, вот, стоит 80 тысяч. Около 80. Красиво и дорого. Красиво и дорого. А вот скажите мне, пожалуйста, вот награда, которую вы привезли, да, она, безусловно, ценная для вас и для девочек, но, тем не менее, вот, из множества наград, которые у вас есть, какая наиболее, скажем так, выстраданная? Вот, знаете, для меня вот лично, я думаю, что для всего коллектива было выше награды, это золото дельфийских игр. Мы, когда первый раз приехали на дельфийские игры, нас, конечно, провожало все наше тюменское департамент, нас, в общем, так туда снаряжали, что вы должны ехать только за победой. А мне было так страшно, потому что я понимала, что это дельфийские игры, это такая ответственность. Это конкуренция? Да, и мы, когда приехали туда, я посмотрела, ну, я всегда смотрю все репетиции перед конкурсом, и я для себя сделала так, все лучше меня, все круче, все самые крутые, вот, я распределила для себя все места, нам места не осталось. На дельфийских играх обычно возрастная категория 10-24, вот, и медальный пакет, так называемый, всего лишь три медали и три дипломанта. Все, то есть шесть призовых мест. Вот я шесть этих мест для себя распределила, да. И себя туда не поставили. Ну, и когда было награждение, вот первый раз мы, конечно, я вообще думала, что мы никак, хотя зал встречал очень хорошо, в общем, все, вот, и мы получили первый раз дипломанта за свои скакалки. Жюри очень интересно потом на обсуждении говорили за этот номер. У нас был номер акробата на скакалках Красной Армии, вот, который потом был везде победным, вот, в Перми мы выступали на 9 мая в цирке, и зал стоя встречал этот номер, вот, ну, потому что зал был полон ветеранов, это была для них тема такая. И я для себя так сделала, как, так сказать, как цель, что ли, какую-то. Если я когда-нибудь хотя бы бронзу получу на дельфийских играх, это будет верх моего, как бы, творчества. Ну вот, вы стали дипломантами. Вот, и на следующий год мы поехали на дельфийские игры. Да, вот, нам доверили, потому что тогда, когда мы ездили, получили дипломанта, в нашей делегации, к сожалению, не было медали, по-моему, вообще. Вот, и мы поехали на следующий год, посмотрела опять же номера, опять для себя мест не оставила, вот. Опять распределила, наградила всех других. Да, опять распределила, и на награждении, когда мы сидели, я такая слушаю от него, ну, может, хотя бы дипломанта мы опять возьмем. Дипломантов наградили, нас нет. Я такая думаю, ну, может, бронзу все-таки. Потому что номер встречали очень хорошо, зрители плакали, номер такой слезоточивый, как мы называем. Ночные ласточки посвящены, опять же, Великой Отечественной. Ну, моя тема любимая. Серебро я прослушала, потому что я уже поняла, что все, мы... Вообще пролетели, да? Да, мы пролетели вообще. Мы сидели, разговаривали с руководителем, с Екатеринбургом. Я говорю, давай послушаем, кто хоть золото взял. Ну, давай. И она так ведущая объявляет. Золото дельфийских игр 2014 года получает Твергстудия Икар. Ночные ласточки. Город Тюмень. А, да, город Тюмень. Девчонки были на манеже, они заплакали, потому что для них это была тоже такая победа. Они впервые именно вот на дельфийских играх, вот эта пара, вот Женя Вичкитова и Вика Высоцкая, они прочувствовали то, что они играют. Потому что ночные ласточки это юные летчицы, которые во время войны вот летали на своих этих деревянных этажерках. И они поняли, что они играют. Они на манеже плакали, когда выступали. И ползала плакала просто. И, ну, то есть все свершилось, все получилось. И самое интересное, что у нас было так, ну, цирковые очень суеверные. У цирковых 13 число счастливое. Вот, потому что манеж 13 метров. И когда мы ехали в Волгоград, это в Волгограде было, у нас совпало 5-13. У нас был 13-й вагон, мы жили на 13-м этаже. Мы пришли в цирк, нам дали гримерку 13-ю. Номер у девчонок в гостинице заканчивался на 13. И когда я пошла тянуть жребий, я пошла одна, я вытянула, и я выхожу, девочки. Какой? Я говорю, не поверите. Они, да ладно? Я говорю, серьезно? Они, 13? Я говорю, да, 13. Так вот, циркачи, суеверные люди. Да, 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 очень. В каком возрасте лучше всего приходить в цирк? И кому вообще дороги в цирк нет? Вот вы для себя такую категорию вычленяете? Детей, взрослых? Есть, есть такие. Вот, дороги нет в цирк, это слабохарактерным людям. Но характер воспитывается. Потому что все равно у нас в цирке все идет через боль, все идет через труд такой, что маленький ребенок, он уже должен, там, на второй год уже должен понимать, что он иногда должен сам позаниматься, где-то самостоятельно что-то поделать. Вот, и терпеть, терпеть, терпеть. Потому что каждый снаряд, он дается с такими синяками, с такими ссадинами. Это очень тяжело. В каком возрасте лучше приводить? Ну, вот у нас самые маленькие, которые приходят, это 4-5 лет. Ну, мы берем и старшие, у нас бывает приходят и в 12, и в 14 лет. Иногда и взрослые люди пытаются там что-то там сотворить. Получается? Получается. Кого сейчас не хватает в вашем цирке? Кого вы ждете? Каких детей? Есть такое? Есть такое. Я очень хотела бы близнецов в нашу группу. То есть это вот информация для родителей сейчас? Да, да, да. Если у вас, друзья, есть близнецы. Да, и я бы очень хотела в своей студии близнецов. Потому что я работала с близнецами. Мне очень повезло. Я работала в очереди еще одного транспорта в колледже, да? И там было три пары близнецов. Мы с ними такие вещи творили. И мне это так нравилось. Но у меня в студии нет ни одной пары. У нас занимается порядка где-то около 70 человек. И ни одной пары близнецов. И ни одной пары близнецов. Окейна, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо за объективный разговор. Пожелаю вам удачи в вашем таком ярком, красивом, но таком трудном деле. Спасибо вам. Это была программа «Объективный разговор». Напомню, в нашей студии была руководитель цирковой студии ИКАР Татьяна Лях. На сегодня все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова